Всем привет! Мы находимся в станице Варениковской. Мы не раз слышали, что в Варениковской есть какой-то знаменитый птичий рынок, и нам не доводилось ни разу там побывать, и хотим как раз-таки найти, где же он находится. Станица Варениковская достаточно большая, у меня уже был сюжет про неё, так что можете посмотреть на моём канале, я оставлю ссылку в описании к видео, либо в первом закреплённом комментарии, смотрите обязательно. Сейчас мы поставили свой навигатор, хотим найти рынок, какие-то там в картах что-то очень непонятное, написано, что есть какой-то Варениковский рынок, а есть какой-то сельхоз рынок. И вот мы думаем, где же всё-таки то место, где продают всякую живность, курочек там, гусей для хозяйства, чтобы можно было разводить. Сейчас уже осень, но даже и не скажешь. Вы видите, всё ещё зелено, хотя некоторые деревья уже сбрасывают листу, например, орехи. Но всё равно ещё очень тепло, люди ходят, как вы видите, в шортах, в футболках, ничего не говорит, в общем, о том, что уже наступила осень. Мы сегодня проедемся по нескольким улицам, ну и покажем вам. Обязательно пишите комментарии, это очень важно, ведь чем больше будет комментариев, тем больше будет развиваться канал. Это очень мне поможет. Поэтому не скупитесь на комментарии, пишите всё, что вы думаете. Ну а если вы не знаете, что написать, пишите просто «Привет». Местные жители передвигаются по станице на велосипедах. Это самый удобный вид транспорта, когда ты живёшь в станице, потому что нечасто можно встретить, что в станице ходят какие-то автобусы, маршрутки. Поэтому местные жители передвигаются на велосипедах. Тем временем мы движемся ближе к центру, уже в станице. Вот вы можете посмотреть, какие домики, как живут местные населения. Здесь у нас магнит. Ещё с прошлого приезда я обратила внимание, что в станице очень много старых домов. Именно в таком вот кубанском стиле, кубанские мазанки, гораздо меньше новых коттеджей. Почему так вот? Вопрос. Здесь, видите, у нас парк справа. Когда мы были здесь в последний раз, ничего этого не было. Теперь, видите, всё новенькое появилось. Здесь же рядом школа, её я тоже уже показывала. И ДК. Всё рядом. Всё в центре находится. Вот он центр. Справа будет такая зона отдыха у местных жителей. Ну, а мы, конечно же, пока ищем рыночек. Движемся мы по улице вроде как Ленина. Да, это улица Ленина. Ну, знаете, прям вот такие старые-старые домики вокруг. Поверните направо. Затем поверните налево. Вот именно в этой части очень много магазинов всяких. Так, а, вот ярмарка. Смотрите, мы правильно приехали. Вот она. Ваше место назначения проходит за справа. Посмотрим, правильно ли мы вообще приехали. Смотрим, что это за такой Варениковский рынок. Что здесь вообще есть. Ярмарки мы уже видели, которые тоже находятся в станице. Но вот с рынком ещё не были знакомы. Здесь у нас вещи. Вещи. Рыба, смотрите, есть. Значит, можно зайти в павильон даже посмотреть. Рыба у нас тут. Зайдём, посмотрим. Здесь у нас рыбка. Через дорогу птичий. А здесь какой? Здесь обычный такой. Как нам сказали, прямо напротив входа вот на эту ярмарку. Многие, конечно, уже собирают вещи, во всяком случае, на том. Поэтому на рынке всегда нужно приезжать с утра. Птичьи работают до часу дня. Ну, всё, что сейчас здесь открыто, как видите, это корма для птиц. Значит, здесь, да? Мы просто не успели. Ага. Значит, вот оказывается, что прямо вот на этой площади продают живность. Так что, если хотите успеть, приезжайте до часу дня сюда. Лучше в первую половину, прямо напротив ярмарки. Мы в прошлый раз не нашли этот рынок, и в этот раз тоже, ну, не судьба. Значит, в следующий раз приедем. Будем уже знать, где он находится. И если нам надо будет, сразу пойдём по месту назначения сюда. Ну, зато с вами сегодня просто посмотрим хотя бы улицы тайницы. на улице Пушкина, в общем, рынок находится. Наша цель была ведь не посещение рынка, а просто мы поехали. Ну, хотели заодно вообще посмотреть, где он находится. Теперь мы знаем, где он находится. И на будущее можно будет уже, если надо будет, целенаправленно приехать. А пока просто заодно покажем и улицы этой станицы. Почему нет? Потому что многие зрители тоже у нас рассматривают Варенниковскую, хотят с ней познакомиться. Благодаря видео увидят что-то новое для себя. А, я узнала это место. Получается, справа будет вот эта площадь у них, а мы сейчас поедем налево. вот этот скверик, который мы показывали в прошлый раз. здесь вот автостанция у них находится. Вот самое интересное, что в Варенниковскую местные жители считают станицей между двух морей. Хотя, казалось бы, и Черное, и Азовское море очень далеко от Варенниковской. Но, тем не менее, вот такая вот фраза про станицу Варенниковскую очень часто звучит. А когда нам говорят, что вот Синой, он у вас не около моря находится, это у вас залив, вы не у моря живете. Мы думаем, залив у нас Черного моря, как это мы живем не около моря? Вот Варенниковка. Здесь и в Фомине моря нет, но считается станицей между двух морей. Удивительно, но факт. Здесь вот у них какой-то винозавод находится. Поля виноградные. Что за марка, я, кстати-таки, даже и не знаю. Сама недавно узнала про то, что здесь вино делают. Ой, папа даже решил заехать. Союз вино называется. Союз вино, вы слышали когда-нибудь такое? Я даже не слышала. Союз вино. Здесь у них фирменный магазин. Вышли и сразу пахнет так вином, потому что его тут же прямо и делают. Смотрим, что продается здесь вообще. Видимо, прямо люди закупаются, заезжают по дороге сюда. Союз вино. И людей, главное, так много прямо здесь большими упаковками покупают. вот он бренд. Вы пишите, а знаете ли вы такой бренд? Мы вот не знаем даже такой бренд. Если б, наверное, не проезжали и никогда б не узнали. вот они, видите, баки для вина. Полноценный винзавод здесь в Варениковке. Видите, мы сворачиваем с основной и сразу у нас улица не асфальтированная уже. Но зато смотрите, какая зеленая. Придомовые территории у людей очень ухоженные. Деревья, цветочки. но домики очень очень старенькие. Вот для меня Варениковска очень похожа на станицу Старотитровскую. Улица Советская. Улица Советская, да. Тоже точная сворачиваемая. Ну да. Да, сейчас поберем налево. Ну так, немножечко проедем, посмотрим. Варениковска Островского. Варениковска Островского. Дальше. Варениковска тут. Варениковска Субтитры делал DimaTorzok Повезло жителям Значит, это какая-то одна из главных улиц, раз она асфальтирована, еще и новый тротуарчик сделан Сразу гораздо приятнее ехать по улице, которая асфальтирована А то сворачиваешь и тык-тык-тык-тык-тык, трясешься и едешь, когда асфальта нет Ну каково с коляской, да, если идти от себя? Ну да, вообще у ребенка сразу можно, мне кажется, спать и уложить таким звуком Музыки все, как голову стрясти И обратила внимание, какие-то канавы копают в поселке этой станицы Такая у нас небольшая видеопрогулка получится Я еще слышала, что сюда, в Варениковскую, приезжают именно со всех станиц на рынок, на ярмарку Так как здесь цены на ярмарке гораздо ниже, вот в сравнении с той же Гастагаевской Я вот слышала, что жители Гастагаевской приезжают в Варениковскую, на рынок Здесь слева стадион находится, я вижу, что там мальчишки спортом занимаются И вот здесь вот справа, вот там вот тоже какая-то ярмарка Там уже продают фрукты, овощи Мы уже там останавливались как-то раз Здесь вот А что-то как-то мало, да, торгуют Очень мало почему-то, хотя выход до 1 сегодня Ну да, как-то очень мало И все-таки в станице, ну прям очень скромные домики Люди здесь очень скромно живут Если вот вспоминать наши курортные станицы, то здесь как-то очень все простенько Дома старенькие такие Конечно, я говорю, что в новых районах, на окраинах станицы Варениковской Есть новые коттеджи, но в целом, в целом все-таки вот здесь вот Основной жилой фонд, это вот такие вот дома Здесь, наверное, понравится жить пенсионерам Когда уже ты не обременен вопросом, на что жить, где работать Тогда ты здесь спокойно проживешь А когда ты молодой, у тебя семья, тебе нужно кормить детей И самому на что-то жить То, конечно, будет вставать вопрос А где мне здесь работать? Здесь люди занимаются сельским хозяйством Куда ездить на работу? Не знаю То ли в Анапу? Наверное, в Анапу куда-то ездить Вот мои зрители, наверняка среди них есть те, кто уже знает станицу Варениковскую Или местные жители Очень часто, кстати, мои видео смотрят именно местные жители Вот вы подскажите, где местное население здесь работает? Стоит ли сюда приезжать молодым людям? Или лучше все-таки ехать в город? Вот ваше мнение Потому что сейчас вот строительные компании Они очень облюбовали вот эти все станицы И они сюда заезжают И на окраинах строят новые дома Коттеджи хорошие, красивые Но вопрос, где работать? Вот где работать в станице? Напишите ваше мнение в комментариях Ну вот согласитесь, но очень скромные домики Очень скромные Заборчики покосившиеся Домики старенькие Да, некоторые очень ухоженные старенькие домики Но в большинстве своем, конечно, возникает вопрос Когда ты видишь вот основную массу жилья вот именно такой вот Конечно, возможно, я в чем-то и не права Потому что, ну, все знать невозможно Вы меня исправляйте К адекватным комментариям я всегда хорошо отношусь Адекватная критика, которая подкреплена какими-то здравыми мыслями Она всегда приветствуется Поделитесь вот своим мнением Скажите, что я, допустим, неправильно сказала Или вот вы, наоборот, считаете, что станица Варениковская современная Сюда много людей приезжают, молодых семей Здесь есть где работать Может быть, я не права Но вот мое личное мнение, что здесь станица для пенсионеров Здесь только будет хорошо жить пенсионерам А молодым, ну, не знаю Вот у меня такое мнение сложилось о Варениковке Улица Первомайская Вот, собственно, такая вот станица Варениковская Находится она недалеко от Анапы Недалеко от Темрюкского района Пишите комментарии Делитесь своими впечатлениями Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Если вы еще не подписаны Это очень важно Все, спасибо Пока-пока Черноморская Черноморская Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok